Каждый год в марте внимание общественности обращено к больным туберкулезам. Излечимая в 9 случаях из 10 болезнь при правильном лечении в нашем районе прогрессирует. В этом году от туберкулеза умерло 4 человека. По словам исполняющей обязанности заведующей в тезиопульмонологического кабинета, это связано с тем, что больные не следуют всем предписаниям врачей. Даже если это лечение бесплатное, чаще всего через несколько недель больной чувствует себя лучше и прерывает лечение. Есть несколько таких случаев, это делать ни в коем случае нельзя, потому что прервав лечение, болезнь возвращается в еще более тяжелой форме, и доктору становится труднее подбирать лекарства. Лечение должно проходить под строгим присмотром врача. Каждый день больные приходят в кабинет за медикаментами. Он приходит сюда, значит, принимает препараты строго под контролем медперсонала, медсестры, и медсестра дает ему необходимые препараты, которые ему необходимы в данной комбинации. Врач назначает комбинацию, медсестра выдает только под присмотром. Есть специальное место, специальный кабинет, только под присмотром. Сам он ничего не потребляет. Немаловажный фактор, способствующий эффективному лечению, это настрой самого больного. Его должны окружать забота, внимание и терпимость окружающих. Надо уважать их и помогать им лечить. Надо их научить, чтобы они ходили, лечились, чтобы они не болели. И у меня есть внуки, дети, и не знаю как. Надо помочь им. Надо помочь. Надо изолировать его, во-первых. Потому что болезнь туберкулеза переносится, так сказать, даже чихание, и то можно заразиться. Ну, положительно. Потому что неизвестно. Сейчас очень много людей есть. Неизвестно, кто болеет. Их только надо в больницу, и пускай лечатся. Относиться к ним надо по-человечески. Он человек больной. А больные люди, это надо сочувствовать. Ну, я думаю, их лучше изолировать от общества. Ну, не сказать, что так, изгоями. Просто лечить, помогать государству. Должно же выделять какие-то средства на лечение. Ну, я думаю, что лучше всего как бы держаться подальше от них. Оказывать посильную помощь. Это, конечно, у кого как с финансами. Опасность заболевания прячется в том, что заразиться можно воздушно-капельным путем. Но лучшая мера профилактики, по мнению тараклийцев, вести здоровый образ жизни. Чтобы молодежь поменьше пили. Поменьше пили. И здоровье было. И чтобы не курили. Вот это самое главное. Самое главное вот это. Пьянка и курение. Ой, питание. Нормальное питание. Но не каждому сейчас возможно это нормальное питание. Вот и все. Ну, например, надо заниматься спортом. И следить за своим здоровьем. Ну, это не знаю. Я в медицине не силен. Скорее всего, просто знать бы, от кого в стороне держаться, но от кого знаешь. Все люди попадаются иногда. Просто прямо. Разговариваешь, ты же не знаешь, кто чем зараженный, какие болезни у него. Побольше бегать, зарядку и так далее. Это мой совет. По сравнению с прошлым годом, количество пациентов в нашем районе увеличилось с 20 до 35 человек. Специалисты связывают это с несвоевременным обращением больных к врачу.